Надежда Савченкова, пусть не комсомолка, зато очень даже спортивная, симпатичная и общительная девушка. Глядя на нее, трудно поверить в то, что раньше все было по-другому. Не совсем приятно даже вспоминать это, но когда мы впервые с ней встретились, это уже практически около 10 лет назад было, она не способна была ходить ни в магазин, ни разговаривать, она не могла ничего говорить даже. Потому что, во-первых, ее преследовало стеснение, очень сильное стеснение, у нее нарушение дикции и слуха. Это вместе вызывало очень большие комплексы. В то время узкий круг общения Нади состоял в основном из глухонемых людей. Илья Дубровский стал одним из первых, кто помог выйти за пределы этих границ. Этому человеку совершенно не важно, как выглядит, ходит или говорит его ученик. Главная задача – помочь овладеть тем или иным видом спорта, а также собой и своей жизнью. Конечно, все дается намного тяжелее. Ведь суть же не в том, что ты достиг. Фактически мы все равно не будем прыгать в высоту и в ширину, как чемпионы мира. И не будем бегать как чемпионами. Никто – они здоровые, не больные. Но суть состоит в преодолении себя и в построении некоторой концепции внутри себя, которая позволяет себя уважать и дальше жить. Сегодня у Нади много друзей. Все они очень сильно отличаются друг от друга. Но их объединяет общее дело – спортивное скалолазание. Несмотря на название, этот вид спорта включает в себя преодоление не только горных маршрутов. В зале тренируемся, ездили на море, в пещерах лазили, пускались и поднимались. Бывает, в Москве мы по деревьям тоже натягиваем трассу и поднимаемся, и отпускаемся. Дружная компания под покровительством любимого инструктора и общественной организации «Навигатор» в очередной раз выехала за город. Трассу они проходят учебную, отрабатывают технику передвижения на время. Очень важно правильно переставлять специальные крепежи – карабины. С их помощью скалолаз перемещается по трассе и обеспечивает себе страховку. Поэтому каждое движение должно быть доведено до автоматизма. Где только не побывали наши спортивные скалолазы – в Крыму, на Урале и Алтае. Так далеко забираться удается, конечно, нечасто. Зато под боком есть Подмосковье. И с уменьшением расстояния польза для здоровья остается постоянной. Очень хорошо это связано с координацией, с выносливостью. И, конечно, поскольку это происходит практически всегда, ну, кроме зимы, конечно, не в спортивном зале, не в городе, на каком-то стадионе. Это всегда происходит в лесу. Всё-таки это тот самый свежий воздух, та самая природа, в которой мы так сильно нуждаемся. Здоровый образ жизни, общение с друзьями, занятие любимым спортом – вот что стало заменой одиночества и закомплексованности. Надя выбрала для себя этот путь и сворачивать с него не собирается. Мария Адашева, Александр Мелехов. Доверие.